Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плеев. Смотрите в выпуске. Продолжение следует... В столице Южной Осетии прошла научная конференция в честь 250-летия со дня присоединения Осетии к России. В конференции участвовали представители Южной и Северной Осетии. Сегодня под руководством председателя правительства Константина Джусоева прошло заседание правительства. Члены кабинета министров поддержали изменения в закон о государственном бюджете текущего года. Министр финансов разъяснил, чем обусловлены внесенные корректировки. Кроме того, правительство выделило денежные средства из резервного фонда для оказания материальной помощи жителю Цхинвала, имущество которого пострадало в результате пожара. На сегодняшнем заседании правительства члены кабмина внесли поправки в закон о госбюджете на 2024 год. Министр финансов Дзамбулат Татаев объяснила это необходимостью корректировки расходной части государственного бюджета во исполнении протокола, подписанного в продолжении соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, о содействии и реализации государственной программы «Содействие социально-экономическому развитию Южной Осетии» на 2022-2025 годы. Вопрос протокола касается в части доведения средних заработных плат некоторых категорий работников Республики Южная Осетия. Второе – необходимостью корректировки объема ассигнования по отдельным статьям бюджета по главным распорядителям бюджетных средств и необходимостью перераспределения бюджета между направлением расхода в данных утвержденных бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств. Исходя из предлагаемых поправок в новой редакции, расходная часть государственного бюджета составит 9,558,000,000 рублей. Кроме того, Кабмин принял проект распоряжения о внесении изменений в закон о бюджете социального фонда на 2024 год. Проект обусловлен необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета социального фонда Республики Южная Осетия, подготовлен в продолжение и корреспондирует с поправками, которые мы сегодня выносим. Предлагаем внести в государственный бюджет Республики Южная Осетия. Кроме того, производятся небольшие корректировки по отдельным социальным выплатам, по некоторым из которых наблюдается экономия и ряд других небольших перебросов в рамках бюджета. В продолжении был рассмотрен вопрос о внесении изменений в стадию об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Проект разработан в целях обеспечения своевременного предоставления всей необходимой документации в социальный фонд Республики Южная Осетия для своевременного назначения пенсии для граждан Республики Южная Осетия. В настоящее время периодически наблюдаются, когда органы, страхователи, это и государственные органы, и коммерческие организации, задерживать предоставление соответствующих документов. Это касается и стажа работы, и прочего. Из-за этого периодически бывают задержки. Для обеспечения своей временности как раз разработан данный проект. На заседании правительства была утверждена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за третий квартал 2024 года. Соответствующая величина составила 17 846 рублей. В том числе по социально-демографическим группам населения. Это трудоспособное население 19 126 рублей. Пенсионеры 14 520 рублей. Дети 18 772 рубля. Для справки, величина прожиточного минимума за второй квартал 2024 года составлял 17 568 рублей. В том числе по социально-демографическим группам населения. Это трудоспособное население 18 822 рубля. Пенсионеры 14 274 рубля. И дети 18 520 рублей. Правительство также выделили денежные средства из резервного фонда для оказания материальной помощи жителю Схинвала, имущество которого пострадало во время пожара в апреле текущего года. Яна Плива, Ринат Медоев. Информационный выпуск. Сегодня. В рамках инвест-программы продолжается строительство автодороги Эрцос-Инагур. На данный момент первый участок длиной в 8 километров уже заасфальтирован и идет подготовка следующего отрезка длиной в 10 километров. Здесь работы продолжатся уже в следующем году. Председатель правительства Константин Джусоев сегодня лично проинспектировал ход работ. Подробности далее. Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог завершил все запланированные на текущий год работы на отрезке автодороги Эрцос-Инагур. Сегодня объект проинспектировал председатель правительства Константин Джусоев. Из общей протяженности уже завершено строительство первого участка длиной в 8 километров. Здесь дорожники уже уложили асфальт. У нас уложили на час 8 километров, асфальт от еще 800 метров. И плюс еще подготовка мостов под асфальт. С подготовкой у нас сейчас проблемы, погодные услуги не позволяют нам. Ширина проезжей части около 7 километров. Особое внимание уделили повышению уровня безопасности. Поползневые участки укрепляются подпорными стенами. Материалы для этих работ доставлены на стройплощадку. Обустроена и система отвода воды. На этапе завершения строительства мостов. В настоящее время на автодороге ведутся подготовительные работы. Участок протяженностью более 10 километров отсыпают природным материалом с целью поднятия уровня земли и выравнивания неровностей перед укладкой асфальта. Работы на этом участке будут продолжены в следующем году. Дом строительства дороги Эль-Сусинагур ведется в рамках инвест-программы. Финальный этап предполагает также установку дорожных знаков, парапетных ограждений на опасных участках, а также нанесение разметки. Анжела Кукоева, Айда Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Сотрудники ЖЭК столичной администрации приступили к техническому обслуживанию муниципальных жилых домов. В частности, проводятся работы по замене, установке, ремонту и очистке водосточных желобов. Также устанавливаются и снегодержатели. Коммунальные службы сейчас выполняют подобные работы в одном из многоэтажных домов на проспекте Алана Джиоева, а после перейдут в микрорайон БАМ. Плановые работы уже удалось выполнить во многих районах города. И пока погодные условия позволяют, работа в этом направлении будет вестись, отметили в ведомстве. По данному вопросу в мэрию обращаются и сами жители многоэтажных домов. История и будущее Осетии и осетинского народа. Эту тему затронули в докладах на прошедшей научной конференции в научно-исследовательском институте. В конференции к юбилейной дате присоединения Осетии к России приняли участие научные деятели из Южной и Северной Осетии. Открыл конференцию руководитель научно-исследовательского института Роберт Гоглойта, наградив от имени главы государства заслуженных ученых медалями в ознаменовании 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Подробности далее. В Цхинвале прошла научная конференция, приуроченная к 250-летию присоединения Осетии к России. Научные деятели Юга и Севера Осетии обсудили историческое прошлое, современное состояние и будущее нашей республики. К собравшимся с приветственным словом обратился директор научного учреждения Роберт Гоглойта. И от имени главы государства Алана Гоглойта вручил медали в ознаменовании 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии заслуженным ученым Осетии Коста Дзугаеву, Руслану Дзатьято и Роберту Кулумбегову. Дзугаев Коста Георгиевич награжден медалью в ознаменовании Северной Осетии. Далее перед собравшимися выступили докладчики. Они затронули различные аспекты остинской истории, а также перспективы развития Южной Осетии. Доктор исторических наук Валерий Децой в своем докладе коснулся темы объективности и точности в интерпретации некоторых исторических фактов. А задача историка, если он действительно историк, если он действительно исследователь, он должен писать, но если не абсолютно точно, не абсолютно правдиво, то хотя бы правдоподобно должен писать, а не фантазировать. Коста Дзугаев поделился своим видением будущего нашей республики, как и много веков назад мы по-прежнему считаем основным вариантом вхождения в состав России, отметил он. В этом контексте нам надо глубоко, основательно, вновь и вновь переосмыслить наше сегодняшнее положение и все же прийти к некому национальному консенсусу о том, что делать. Мое мнение, вы хорошо знаете, оно было и остается неизменным. Я считаю, что только воссоединение в составе России является закрывающим решением для обеспечения нашей безопасности и приемлемого для нас будущего. В завершении министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джоев отметил важность сохранения стабильности в республике. Мы стремимся к более тесному сотрудничеству с Россией и Беларусью. В работе конференции также приняли участие представители правительства, парламента интеллигенции, науки и представительства Россотрудничества. В поселке Ленингор и в городе Квайса прошли концерты творческих коллективов Управления культурой администрации Цхинвала. Концертная программа представлена вокальными и хореографическими номерами. В будущем подобные культурные мероприятия планируются и в других уголках республики. Творческие коллективы Управления культуры столичной администрации организовали выездные концертные программы. Культурные мероприятия прошли в Ленингор и городе Квайсе. Теплый творческий вечер проходил в Пайсинском доме культуры. Зрители поприветствовала ведущая и известная исполнительница Милена Икаева. Сегодня Управление культуры молодежи и спорта администрации города Цхинвал хотят поделиться с вами частичкой доброты, частичкой хорошего настроения. Я уверена, что нашим артистам это удастся. Ну а от вас требуется ваш оптимизм, позитив, ваши красивые улыбки на лицах и, конечно же, ваши бурные овации. Будут они! В концерте принимал участие хореографический ансамбль ИРО. Программа творческого коллектива была весьма разнообразна. Дети постарались удивить публику мастерством и подарить хорошее настроение и яркие эмоции. В концерте также участвовали вокальный коллектив Буламарх при администрации Цхинвала и другие артисты. Зрители встречали каждое выступление громкими аплодисментами. Благодаря культурно-досуговым мероприятиям большинство жителей сел таким образом вовлекается в активную творческую жизнь. В планах столичной администрации организовать выездные концерты и в другие отдаленные села республики. Агунда Губозова, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск. Сегодня. Юбилей Коста Хитагурова в этом году отметили также проведением спортивных соревнований. В первенстве республики подзюдо приняли участие около ста юных спортсменов. Подробности далее. К 165-летию со дня рождения гениального поэта Коста Хитагурова в этом году проводились и спортивные мероприятия. В рамках этих соревнований в Цхинвале прошло первенство республики подзюдо. В соревнованиях приняли участие лучшие дюдаисты республики. Всего за медали боролись около ста юных спортсменов. На официальном открытии соревнований участников поздравил председатель комитета по молодежной политике и спорту Суслан Гассиев. Участников первенства поздравил и президент Федерации дзюдо Южной Осетии Инал Габараев. В церемонии открытия также приняли участие депутаты парламента разных созывов. Во всех соревнованиях по дзюдо и самбо всегда принимают участие представители дзаусского района. Вот и сейчас они были в числе призеров и победителей первенства. Победители и призеры первенства республики Южная Осетия были награждены почетными грамотами, медалями и кубками. Батрас Хурьев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В Республике завтра ясно. В Знавовском районе днем плюс 16, ночью плюс 4. В Завовском районе днем плюс 16, ночью плюс 3 градуса. В городе Квайса днем плюс 10, ночью плюс 1. В Ленингорском районе днем плюс 17, ночью плюс 4. В Цхинвале днем плюс 17, ночью плюс 4 градуса Цельсия. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин